и здравствуйте карантина виватус ребят привет мы в условиях да я сегодня опять за кадром в кадр не поместился точно стал большой буду за как кабачок дверь не лезет узел это ворона вирус друзья вы знаете прекрасно что мы для вас ведем статистику статистику интересную статистику и по худшим товарам по лучшим товарам и как раз пришло время обнародовать да эти цифры эти товары потому что сейчас как никогда это актуально вы заказываете товар онлайн вам нужно понимание нужно ли не нужно брать а каким образом собираем статистику это наша клиентская база по доставке товаров икея в городе саранск кстати кто не знает мы находимся в саранске потому что очень знаете мило смотреть когда приходят подписчики ой здрасте а вы что здесь делаете мы тут нечаянно вы тут что делаете снимать приехали вообще-то говорю это мы служба доставки товаров икеи города саранск да ладно я вас ютубе смотрел вы же внешним снимаете поэтому ребята ну давайте к пирожкам пирожкам а то опять скажут что мы до хрена а значит смотрите противоречивую обложку конечно дима сделать я в этом уверена обязательно это люблю топ я бы назвала их не эти товары которые я бы не рекомендовала может быть в определенный момент к покупке но в общем заканчиваем трендить топ таких худших товаров по итогам январь-февраль-март по итогам трех месяцев по которым больше всего было отрицательных отзывов негативных отзывов и брака я рассказываю ты комментишь или ты рассказываешь ну если что-то мне будет ребят каким образом будет у вас тоже понимание воспринимать меня только на слух сложновато вот здесь или вот здесь где-то будет здесь или вместо меня будет картинка то есть параллельно с тем что я рассказываю вы будете видеть на картинке ну чё поехали давай про мебели сначала пройдемся по габариту да у нас есть у нас есть несколько позиций во первых это табуретка кюре тут у нас неправильно получается я присяду оттуда как в сторону вот что хотя бы она доверяется объективно вот я куда-то тебе табуретка кюре ребят 599 рублей все прекрасно знаю что табуретка фроста окей теперь не продается по определенным причинам мы про них рассказывали уже и теперь у нас есть такой трехногий друг треугольный и какие же у него моменты а хочу эту небольшую ремарочку я паша на пробежался вот это на ту неделю я все-таки увидел там что-то подобное фроста думал обратно там четыре ножички будет три нельзя на четырех ножках круглую табуретку изя в общем ну во первых не такая устойчивость как была но мы об этом уже отмечали ребят стал возникать момент у клиентов раз таких трещин по ножкам не скажу может быть неаккуратной эксплуатации я на картинке сейчас покажу виду данные обязательно показывает где в каком месте то что на пальцах объяснять в общем а в ножка возникает трещина возможно влага лишь не попадает возможно вот этот фанера она же как ну местами не проклеили важные да я считаю все равно дороговато ценник за это будет 599 рублей когда из массива окей же можно купить табуретку 599 рублей поэтому по ней было очень много брака за этот период ее заказывает друзья мои мы не отговариваем клиентов потому что когда людям нужно штабилирующейся деревянной табуретка больше в принципе предложить нечего дадим нет альтернативы вот поэтому имейте это в виду аккуратнее пожалуйста с эксплуатации рядом лужу не льем если хотите мы если хотите лить лужу пожалуйста либо это массив акации либо мариус который я тоже не очень люблю за счет курдючи такой сидушки ну про него мы тоже рассказывали следующий друг очень интересный вот он франары красного табурет красного цвета табурет заказывает его очень редко он относится больше к садовой группе мы кстати садовую мебель помнишь про него показывали его можно отнести к столику или как ее некоторые могут позиционировать и как команд до кровати его кстати как столик рекомендуешь всегда использовать не более но ребята он очень курдючи что объяснят еще скажет опять не по-русски выразился вот он жиглый то есть он как даже не идеально ровным полу он считается тогда почему мы кстати я могу отписать почему мне одного овоща сейчас вот не сказали нихрена нихрена вы и не через говно не знаю мы еще растем что наверное растем над собой наверно не будет край этот не будет острый сюжет наверно спокойный такой домаш домашний вечер это вы кейма решили после развозов да вот такие а здесь уже мы оба развозим доставки бесконтактным способом все это водоемы в общем и к вечеру уже с языками на плече но снимать надо подписчики в instagram пишут ворчат ребят где ваш обзор и мы понимаем да что мы как бы не можем с вами наделиться информацию ребята мы наверное обзор без овощей обойдемся как пойдет ну постарай ты меня сейчас разозлишь и овощи пойдут полетят в тебя продолжаем продолжаем дальше кстати не закончил я про красный табурет из нюансов это неровная столешница то есть вот она как не сказала клиентка которая недавно покупала она поставила его на балкон на горит татьяну не шатается на нем стакан то есть вот там стакан скос на него ставят и он вот у нее вот того что тоненькая железная формовка идет и она местами есть может быть от разницы температур резких она вспучивает то есть грубо на балконе стоять поставили горячий стакан кофе я не могу сказать ну металл вспучивает друзья не забываем если для наших клиентов это товары с проблемами с нюансами топ худших если для вас эксплуатация совершенно другая расскажите поделитесь а дайте возможность реанимироваться тому или иному товару возможно для вас это лучший товар и идеальный вы его просто не встречали дальше столик очень интересный бурвик я давно на него смотрю очень изящно это верхняя ручка можно использовать вроде как поднос взял и понес но совершенно недавно клиентка звонит и говорит плевалась буквально на этот столик со словами что когда она там ну романтический ужин красоты наложила понесла и не выдержала то есть у нее развалился этот столик в руках заявку в цпк она отправила самостоятельно то что она покупала его сама через интернет-магазин либо привозили и как бы никогда клиент покупать поставить она мы помогаем просто подсказываем как все правильно оформить не знаю чем у нее история закончится почему я его взяла потому что его кстати очень практически не заказывают дадим и у нас вот нет по нему таких отзывов у меня по нему единственный отзыв отрицательный я сама для себя его просто рассматривал мне очень визуально нравится ну дима не вот так купить не да смотри от себя добавлю он очень легкий металлические вот эти ножички они очень тоненькие поэтому на ли не выдержал нагрузили ну смотри если вот положить чашечку кофе небольшой да на этот столик и если пробежит кошак и заденет столик кофе гарантированно прольется херам все это не знаю я бы что-то утяжелил или ножки более тяжелые там хотя бы как они любят такие у нас сейчас бетон везде задорого продавать до виде камушков да ну ты не можете утяжелить его никак очень в общем такой нюанс у столика у людей возник интересно было послушать и вас как у вас с этим делом в принципе по они еще мне последний габаритный товар остался это детский матрас за 599 рублей мы его помнишь показывали когда последний раз снимали в икеи в детских кроватках это плутик да плутик матрас 599 рублей ребят детям нет хоть и говорят там о в деревне он очень тонкий ваш младенчик останется просто без спинки если вы его возьмете единственный куда можно использовать данный матрас это подстилка собаки для большой собаки за 600 рублей огонь но никак не детский матрасик а потому что клиенты все которые брали потом возмущаются ой да он такой тонкий мы предупреждаем всегда об этом что матрасик очень тонкий там слой пенополиуретана он не пружинит он как вот поролон проваливается вот такой вот ну мы показывали вам в принципе наглядно да есть в обзоре в детских кроватках грудничковых просмотрите это дело сами просто имейте ввиду но не питайте фантазии что вот за такие деньги вы получите что-то прям вот вау-вау нет адекватный нормальный матрас чтобы ребенка было все хорошо со спинкой не может стоить физически 600 рублей диме добавить нечего я помню трассу не селил знаменитый луи витоновский деревянный со стеклом шкафчик маркерат на сайте кстати он так и стоит 15000 и доступным заказом последней цене который был нижнем новгороде 4999 да в кого-то обзоре вы это замечали мы это замечали как дима сказал 2000 упадет куплю бруски ребят как у его вот один в один я понимаю все дизайнер известная личность вот если был бы какой-нибудь гравировка вот на каркасе к этому витону что-нибудь золотом исполнении ну чтобы оправдывал эти 15000 дерево идеально ровный может быть наклейка там золотые вот эти вот окантовочки может быть еще как как сказать как у тебя ваза от дизайнера леди гаги живет да у меня и кстати есть этот остался от леди гаги это ваза ваза в виде шляпки стеклянка как-нибудь я вам покажу хоть вот там он не фокусе но далеко его дима там красоту сделал ну да там тораж немножко наведем просто в ключе студии потерю такое тоже случается шкафчик маркерат это наш уже личный топчик потому что блин ну нереально ценник конечно задранный дальше некуда мы миллион раз его обсуждали ну соотношение цены и качества совершенно себя не оправдывает почему внесли потому что товар все еще продается и часто звонят и спрашивает а как тому а вы можете сделать скидку на него ребята как мы сделаем если скидки такие нет ну это же очень дорого ну придумайте что-нибудь увы нет мы придумать ничего не можем вот как есть так и есть следующий товар из раздела склад это кресло черное нальмира вот я его люблю дима его не любит клиенты его не любят тоже то не относительно не люблю и здесь и по двум моментам вставать неудобно очень потому что слишком посадка у нее такая пока не пока если пожилой человек сядет он с него не встанет летучий человек и сетка ребята проблемы которые возникают у клиентов это растягивающаяся сетка так как кресло полностью все в сетке и если садится крупный человек были случаи то есть просто трескается это дело хотя мне например она изначально нравилась когда у икеи был детский уголок для кормления алена была совсем малышкой в зоне ресторана вставил такой уголок если немножко снизу перенесли в другое место было очень удобно в этом кресле кормить но на постоянку вот у клиентов кого эти кресла есть потому что по браку да тоже возникали вот за эти месяца проблему людей очень сильно растягивалась сетка но опять же я сидела в этом кресле 6 лет назад за эти годы качество могу 10 раз измениться поэтому у кого такое кресло есть расскажите насколько оно вам удобно довольны ли вы им в эксплуатации растягивается он у вас колготка или как это как треники у мужчину кулин так вы наверное по складу все скорее всего да я сейчас еще проверю списки мы честно с подготовленным конспектом потому что когда бегаешь по икеи это все в голове перед глазами а так чтобы вам нет я забыла стол и вар вспомни какой последний раз был по нему брак и какой скандал был в офисе когда у людей крепежи просто поразваливались и ножки потрескались это откидной столик и вар вот он проблема именно в откидном самом механизме там очень слабо вот эти металлические скобки до боковые они не выдерживают вот этой нагрузки когда стол например нагружает это же стол логично ты можешь поставить куда убрали убрать для швейных машинок для тяжелых чтобы откинуть для каких-то вот таких вещей ну не писать и ножки ребят за счет того что и вар это основание у них тоже склейка но когда стоит стеллаж вы поставили и он стоит а когда вы постоянно его в фигачите туда-сюда открываете он не выдерживает этого соответственно механизм разбалтывается и ножки очень часто попадается именно вот в местах склейки они разваливаются просто как бы был да не сильно довольный клиент по этому поводу очень сильно возмущался все это дело замяли ну как замяли объяснили договорились помогли сдавать он не хотел потому что матушка категорически отказывался возвращать ей было удобно но нужно было как-то улучшить качество ну мы подумали и придумали хорошую альтернативу спасибо лерой мерлен дим просто тупо ему помог его доделать этот стал апгрейд апгрейд мы просто знаете как бы ну 10 тысяч да это дорого за такую вещь был бы он там тысячи три ну опять же как за дорого-то до такой дешевый за дорого заслу по цене бука продают так по складу все пойдем в мелкий отдел плавно вплываем в отдел посуды кувшин 5 литровый вардоген с ужасным пластиковым носом я вам про это рассказывал в одном из обзоре новинок мы с димой спорили но оказалось так что носик пластиковый не выдерживает постоянного вот круть 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 и просто вот разваливается как у дешевых бутылок есть такой момент и основание ребят которая прилагается к на которой дав ты вдохновились волна это железное она очень себя плохо показала эксплуатации мне интересно как у вас во первых нет никакого сцепления то есть никаких там прорезиненных что лобби соприкосновение поставки с бутылем да ну то есть просто вот металлическая штукенция и все нет никакой прорезиненности в ножках не вот в этой вот обвязки и получается бутылка неплотно прикасается она прыгает особенно когда она становится пустой она начинает уже себя проявлять когда уже меньше половины жидкости небезопасно но уже начинает играть сама по себе и лозит по столу особенно если дом маленькие детки то есть вещи становятся уже небезопасны то соответственно если маленькие детки детки в домом они могут спокойно кран этот сломать во первых вынуть и сломать он очень легкий то есть он прям вот если вот он а самар вот этих бутылей они прям основателю и хорошие такие металлические краны которые нереально выдраны дороже он дороже но мужа я думаю купить подорога кстати нет пяти литрушка одинаково стоит это это полторы тысячи часто все это дело уже отразим так это по бутылю дальше идем по посуде тарелки фергрик но не изменилось у них это уже не первый год мы собираем по ним отрицательные отзывы до их берут потому что это дешево это сердит эта цветная посуда но они не выдерживают посудомоечную машину они покрываются сеткой покрываются трещинами и очень плохо реагирует на перепад температуры то есть разваливаются если например в этом погрели до микроволновки какую-то еду в этой тарелке может оказаться так что не сядет тарелку в руках она у вас просто вот упала у дима был такой опыт дать ему прям развалилась в руках очень обидно особенно когда ты вот куда-то опаздываешь и так далее но это уже мелочи но тем не менее то есть я считаю что это небезопасно едем друзья мои дальше по посуде кувшин мерный вардагин объем 0 5 литров и литр говорила уже про него неоднократно когда там где-то по про посуду рассказывали ужасно хрупкое стекло честно мы последнее время даже не принимаем на него заказа потому что даже в наших обитых специальной тканью мягких ящиках где мы все перекладываем перекладываем заворачиваю в пупырку в пленку он не доезжает имеет ли не за годом чаще всего а то что какие дороги у нас да вообще не вариант поэтому мы уже даже отказываем его привозить не рекомендуем клиентам и клиента сами девчонки говорят что он классно там хорошая гуртурировка то есть мер не классный на такой степени хрупкое стекло что вот лучше бы он был металлический столбок два раза дороже но бы был неубиваемый потому что у меня у самой лично очень быстро раскололся носик то есть вот эта часть носообразная она вот мы просто отвалилась и все стало небезопасно пользоваться так а дальше по посуде керамические ножи это трэш кто нас не слышит и заказывает потом плюют с этими ножами я не знаю было какое-то время на хайпе наверно вот это все как это молоте водя водя ну я им это мимо хочется сказать как сейчас на гринвейский тряпки кинулись да не просто когда люди даже зубы ими чистят тряпочки зубы через вот и все кинулись да вот на эти ножи блин ими эксплуатация очень аккуратно то есть там нельзя какие-то как мы привыкли если но что можно же банку открыть да да ну там как сразу заявлено никаких мороженых продуктов это рубить каких жесткости помидорку короче рец просто на самом деле ценник не дешевый я помню покупала в кей керамические ножи но не стоили 500 рублей 100 рублей за три ножа это вполне как бы норм да как мне дима сказал ну ладно купи поиграйся но полторы тысячи за три ножа ребята это дороговато за эти же деньги можно купить охрененно из волевдена ванадевой стали набор ножи и кей-365 те же деньги те же полтора рубля те же три ножа дим а лучше диме на любимые до глинген и которые из дамасской стали ну в прямом эфире дима вам их облизывали на вы не то монитор помыл это лучшее что есть в этом так давай дальше по посуде детский набор мат вот это вот зеленая лягушка а у меня он был у нас был с димы у двоих детей у старшей у младшей качество не изменилось как была какашка мы блин такая осталась какой когда бога кулька нам она ложка никакая я думаю девчонки подтвердят к сам карман интересную сюда прицепить и да падает у ребенка в карман давата пошел дать даем папа даешь но вот это вот застежка сверху она нет как бы пластик быстро расшатывается то есть там нет никакой резинки дополнительно там чего-то просто пластик вставляется в пластику короче ни хрена не держит у нас было пару раз такой что грудь на груднике падали поилик ужасность луке есть шикарный паильник борис 99 рублей здесь паильник никакой маленький но дать куда часто берут на подарки потому что здесь тарелочка ложечка нагрудничек в общем вот дешево сердится 300 рублей можно целую кучу посуду ребятенку маленькому подарить красная варежка прихватка у нас просто закупил один магазин производства спар их много дадим и как возмущалась директриса когда приходила забирать свой заказ личный как она костерила эти варежки дим расскажи как бывший повар почему силиконовыми варежками в условиях производства пользоваться просто нереально ну когда ты из печки достаешь раскален металлический противень силикон не способен задержать по времени долго этот и высокую температуру он по сравнению с тряпичной ткани по праву теплопроводимости больше и поэтому я не знаю с этой варежкой ты максимум можешь секунд десять держать короче если у тебя прям вот противень и сразу весь куда положить прям вот секунды до 10 секунд и примерно как по моим ощущениям потому что у нас тоже когда я работал поваром привозирует и силиконовые штуки невозможно было при этом уйти и есть охрененные тканевые варежки от которой ты любишь ранька толстая ткань у нас же многослойный там прямо не как и там собаку можно тренировать с этого тканью ты можешь стоять секунд 30 и тебе ничего рукам не будет сыграть не почувствуете вы в ресторане икея повара почему-то использовать тканевые варежки но не силиконки поэтому я не знаю зачем это продают вообще-то силикон и силикон он по теплопроводимостью нифига не дешево 179 рублей но даже если 50 рублей стоит я бы не рискнул особенно в промышлении классные силиконы именно вот в плане формочек и вот этих скребочков и кисточек формочки они или это другую функцию вполне да а это твоя безопасность можно были на без ног остаться вот поэтому мы тоже вы к сожалению внесли эту варежку в отрицательные отзывы которые собрались за эти три месяца батарейки боль в какой-то веке но это было впервые начинает уже проходить приходить отрицательные отзывы раньше почему-то этого не было и киевские батарейки то есть просто есть фанаты реально киевских батареек у нас есть фотографы которые работают на и киевских аккумуляторах и сейчас они говорят что емкость правильно дим количество часов работы хорошо кто не понимает срок службы уменьшен уменьшен отрицательных отзывов идут почему-то батарейки не хватает на друг сейчас связано мы не поняли ребят как у вас расскажите потому что у нас запасы честно старых батарейка в основном дима использует аккумуляторные батарейки киевские у тебя от не изменилось это давно единственный минус среди батарейки которая на 2500 миллиампер я использую в радио гардитуре что на нас сейчас долго заряжается долго забирает нет заряжаются ну потому что у меня идет киевская зарядной станции сейчас покажу картиночкой я туда вставляю батарейки зарядной станции охрененные ну что есть то есть будет пока не буду на изменить монитор она тебя уже давно служит много лет более двух лет она больше 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 мы покупали у нас еще канал не было вот она долго заряжает ну то есть где-то как обычно это плюс где-то меня хочу провести эксперимент наверное отдельно обзорчик сделаю и правда ли это что качество батареи калкалиск уменьшился и емкость померяю и как они ходят совместить да да и на нагрузку я и буду использовать но это уже дима я в этом извините как свинья в пельсе потому что самоизоляция дает свои плоды да для творчества а полка 59 рублей называется сюжет пластиковая но мы ее отмечали еще в том но в этот раз прям у нас такой очень негативный отзыв по ней многие клиенты заказывают онлайн и ну не будешь до каждого доказываться заказали заказали некоторые моменты могу например уточнить ну не все клиенты контактные и женщин заказал для бытовой химию короче все это на хрен упало вот предупреждаем всегда что эта полка для чего-то только очень-очень легкого там очень маленький край он очень жиблый и прям трескается поэтому честно вообще эту полку не рекомендую от слова совсем хоть есть вполне достойные альтернативные полки я понимаю что это самая бюджетная полка лучше вообще не покупать никакой чем эту полку за 59 рублей следующий товарищ белусочки кедровые об которой я тогда головушкой стукнулась в обзоре когда мы снимали это эко коллекцию очень спорт для продукт ну мне вот они нравятся по первоначальному запаху но клиентка брала специально гардеробную несколько наборов и в общем запах через неделю все наград я их она даже принесла не вам запах есть но надо непосредственно принести к лицу шум и дима на их принесла я их нюхать их почти не пахнет а если в новые они примут в упаковке такой запах ну ты знаешь мое отношение к запаху дерево я как роки из мультика про гайки про чип и дэйл также я на дерево вот то есть там нет вот этого сильной ароматики она говорит то есть ну блин ребята на самом деле набор стоит 400 рублей не 40 рублей не 100 как-то я недовольна тем что через там несколько дней через неделю у меня выйдет распадами очень интересно как у вас эти дела обстоят может быть да у нас с обонянием у всех дружно в саранске на фоне самоизоляции кукушка съехала значит не у нас одних так едем дальше ой моя боль подставка для телефона бергенес но не двух видов бергенес нет она одна следующий сифилану бергенес вот эта подставка 149 рублей ребят на на раньше реально пупеной было у нее было прослоечка вкладышек такой как типа филе филе покажет дам тоже на старые и когда клиенты последнее время стали звонить и говорит татьяну что-то не поняли мы раньше брали все нормально сейчас нас телефон царапается мы взяли просто тупо работа он болтается там как инородный предмет ибо дима царапается и болтается потому что там бамбук не сильно ровный край то есть это не идеально гладкая такое вот рельефное и у некоторых особенно если это детям например дает ребенок же не лыскает этим телефоном и вот цена не изменилась цена та же качество упала и нет даже если я понимаю например убрали бы да из широкого отверстия вроде планшета не лезть так убрали из узкого отверстия куда и для телефона полностью эту прослойку убрали имейте пожалуйста это ввиду кто рассчитывал на то что будет точно такая же поставка следующая подставка хифин тоже из бамбука ну простите мы купили ну более двух раз я не использовала потому что он когда ставится на пока оставишь планшет он падает назад у меня самсунг у нас клиент принес кинул на стол и сказал заберите к огурцам эту фигню потому что ребенок ставит телефон например смотреть мультики и все это дело не лызгает то есть она неустойчивая она просто сцепляется вот на картинке но так сцепляется между собой а сцепляется она не жестко то есть она гуляет и получается еще там же как бы отверстие для зарядного провода и в общем конструкции супер неустойчивые какие уценила но на самом деле ее прям очень редкостные смельчаки заказывают а потом планшет у меня сколько 10 дюймовый но большой он падает не удерживает хотя он телефонный планшет кстати даже берденес выдерживает планшет совершенно спокойно но он с бамбуковой прослойчка не бамбуковая бамбуковая сама подставочка органический а дальше красненькие вот эти маленькие красивые часики нет они ребят они интерьерные задумка на самом деле очень классная интересная задумка но они заразы хреново прилипаются и вся фишка этих часиков что вот их может такой пинг 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 теряется у нас короче клиентки муж приклеил на эти жидкие гости к столешницы ну и циферблат соответственно очень дешевое исполнение она кривой ну мы рассказывали в обзоре по часам можно посмотреть мы прямо отметили часть ну раз даже бумажные циферблат идет картон легкий картон нарисуйте циферки сложно что ли там так непонятно но маленькая а то еще без цифра но вот у меня претензий как бы не у меня у клиентов претензий то что на ней шиша не держится она отваливается чуть по качеству получше буду пусть будет подороже немножечко рублей хотя бы до 70 но сделать более силиконовой это как вот например с полками для пакса комплимент вот они они без упаковки практически не в тонкой слюде клиента забирают можете же стану пакса до забирают собирают блин гордишь полку не упаковали вот по или хотя бы там бумагу не бумагу а тонкая пленка но еще как вот как у штанг упаковку то есть по плотнее но блин извините нету по плотнее так ну и последний товарищ который в моем списке это блюдо блюдо гуль тет диаметр 30 сантиметров я его очень раньше нежно любила но она зараза стала идти трещинами и трещины прям вот как вот но он изначально сколько вы под возьмите он был изначально в продаже всегда из-за того что натуральный продукт он всегда бывает стричь не один раньше трещинки были как тут мелкие возникали коцки а сейчас трещины пошли по кругу да да ну возможно такое качество дерево поэтому друзья хотелось бы услышать эти ваших отзывов на вот этот топчик от антитопчик до составленные по отзывам клиентов кстати я сюда не вношу товары которые например людям просто не понравились я говорю именно про товары которых возникла проблема в процессе эксплуатации и хотелось бы чтобы да допустим даже поставка бергенес чтобы кей услышал я все понимаю сохранить цену так далее но были вы качество нахрена ухудшаете то есть люди реально знают допустим покупаю эту подставку все к ним привыкли а здесь на тебе сюрприз никто не обращает на это внимание при покупке тоже все в пленке а потом приходит домой блин а где вот эта вот штучка на которой рассчитывали то же самое как тоже . без точила да это вообще любит вода есть вроде используйте . есть как вам обзор без овощей без мата из дома из дома делите комментарии ставь лайки можно и дизлайки чуть-чуть дима это тоже любит youtube это все любит ну вообще в общем давайте обсуждать кстати друзья мы об этом говорили в прямом эфире не возникла мысль а возникла потребность у вас же очень многие просят чтобы дима поделился своими лайфхаками дадим как ты ведешь youtube потому что все что ты умеешь это твой личный опыт твои наработки за все эти два это моя профессия вторая скорее всего я смело так скажу это моя вторая профессия потому что я очень многое уделяют ну как полноценной работе вас просто знакомый доктор очень хороший доктор очень грамотный специалист зашла в youtube зашла ну как бы до создать канал чтобы там клиенты пациенты могли смотреть отзывы прочее и человека свистали и вот хотелось бы да такой как вебинар семинар провести на тему а надо ли вам youtube-то заходить хватит ли силеных нервов и так далее в общем ребят кому-то вашей поддержки потому что я готовлюсь но я учкую я что-то сомневаюсь что надо ли это вообще востребовано ли это потому что ну если да среди вас те люди которые задумывались например стать ютуберами неважно по какой тематике мы сейчас не про тематику не про выбор ниши говорим а именно про саму функциональность дадим да с чего начинать и надо ли начинать какие подводные камни ждут как от абстрагироваться от нападок как идти дальше много тайных секретов которые вы нигде не услышите потому что это практика вот в общем ребят пишите давайте обсудим эту тему которую мы подняли давайте поддержим либо не поддержим дима провергнем надо или нет а то он время потратит на составление всего этого к нему два пенсионера зайдут это родители надо поддержать вот у меня все всех любим друзья держитесь мы не пропали мы не пропали икея скоро откроется мы в это верим справимся разберемся на мое отношение к данной ситуации вы знаете не буду его дублировать всех люблю пока пока пока